всем привет ну что играем стражи бездны если вы пропустили подготовку к игре то пройдите по ссылке которая сейчас должна появиться у вас на экране перед тем как я приступлю уже посредственно партии я хочу вам объявить что я немножко поменял свою колоду я так пересмотрел вступление и пересмотрел немножко свою колоду решил избавиться от нескольких карт вот рюкзаки я все-таки решил оставить вот этот неприкосновенный запас для ursula я его убрал я подумал что может быть у нее не все так плохо с ресурсами хотя может быть я зря это сделал почему потому что я добавил еще один экземпляр доктора милана кристофера добавил себе две карты храбрости и одну карту сработавшие предчувствие мне кажется что это более ценные карты чем то что я убрал наверное еще стоит сказать о том что фэнтези flight games выпускает так называемый бан листы или как-то так они называются табу табу листы стане немножко подкручивают баланс в игре делают некоторые карты более сложными для покупки вот доктор милан кристофер он одарит одна из таких карт у туля на подороже стало или что-то такое я на эти списки внимание не обращаю не такой продвинутый игрок чтобы уж играть с табу этими всеми листами в общем вот такие новые карты я добавил в колоду ursula перемешаю еще раз ее карты хорошенько и по поводу марка хэрригана тоже две карты вот я убрал я убрал воодушевление одно ну так скрипя сердце потому что карта хорошие доказательства в принципе колода марка хэрригана мне нравится по балансу своему больше я решил вот что я решил добавить еще одну карту динамита может быть зря не знаю из-за того что она дорогая я решил еще один экземплярный брико неприкосновенного запаса в его колоду добавить вот ну посмотрим как сегодня пойдет партия буду надеяться что эти изменения пойдут на пользу в любом случае я пришел к выводу что как тут не старайся если судьба такая что тебе будет вырезать какая-то жуткая грязь то ничего уже с этим сделать невозможно никакая самая лучшая колода не поможет так какая-то колода ursula перемешаем еще колоду марка и уже начнем читать карты замысла и сцены уже непосредственно начнем играть и так стартовая рука для ursula а да вот еще что вот эти карточки я наконец-то сходил в магазин купил дополнительные капсулы и буду играть с капсулами мне кажется с ними гораздо удобнее чем с этими карточками вот и ursula для марка сделал даже на обратной стороне у меня вот израсходованные действия но я не буду переворачивать принципе так все помню как мне кажется стартовая рука для ursula ловкость пылевые следования отлично хорошо клыкает след тоже превосходно тонический монолит не знаю фонарь фонарь тоже хорошо прям все вкусненько давайте наверное пока от фонаря их тонического монолита другой стороны фонарь тоже хорошо давайте вот хронический монолит я не буду пока брать ну вылез кристалл со знаком старших богов тоже хорошо пригодится даже очень пригодится мне кажется все вырезала прекрасно единственное у меня клык эцтли и кристалл со знаком старших богов они оба занимают слот аксессуара и хочется выбирать кристалл он подороже стоит здесь будет плюс один или и плюс один здесь плюс к один ко всему может быть здесь конечно по цене но зато когда здесь срабатывает мы получаем карту давайте я наверное но если получится я разыграю кристалл я разыграю кристалл а клык эцтли тогда придется пустить в расход окей марка интересная стартовая рука теперь для марка так контузия нам не нужна кольт оружие прекрасно так уклонение храбрость еще один кольт два кольта мне точно не надо давайте вот это мы уберем вот это мне тоже пока рановато наверное и уклонение я уберу посмотрим может быть что-то пополезнее добавится раз два три четыре патрульные превосходно прикосновенный запас может быть тоже пригодится ну что ж стартовая рука по моему неплохая и у того и у другого сыщика но все опять же зависит от везения так стартовые ресурсы для уши 45 для марка 5 все конечно мы готовы играть сила бездна все итак замысел 1а просьба джесси джесси берг правительственный агент в египте попросил у вас приехать в каир чтобы помочь разобраться загадочной болезни самые разные люди изо всех уголков каира и средних джон муж и напарник джесси начали впадать в беспробудный сон вам нужно отыскать причины этой таинственной эпидемии здесь есть действие сыщики совместно тратит одну или по одной улике на сыщика и случайным образом выбираем одного врага из лежащих под памяткой это вот враги которые здесь у нас лежат и мы этого врага выкладываем и сцена проклятие бесконечного сна прочесывая каир в поисках ответов вы убеждаетесь что чутье не подвело джесси повсюду за вами следуют темные фигуры а те кому вы задаете вопросы не хотят иметь с вами дело что они скрывают обязательно после того как враг братства попал на победный счет переверните его и разыграть текст наоборот цель найдите положительный победный счет как можно больше карт свидетельств прежде чем продвинется замысел если победном счету 6 свидетельств продвинетесь но в общем нам нужно добывать вот эти вот карты не обязательно все сколько успеем пока не продвинется замысел которого тут 7 безысходности можно выложить начнем слева направо урсула у нас наверно будет ходить первое мы находимся на улицах каира проблема здесь в том что если мы находим две улики здесь то мы получаем один ужас нам это не нужно мы ужас накапливать не хотим так я что-то взял тебе лишнюю карту что ли если взял 6 карт по моему ну она как было так есть вот это читай молитвы мне придется замешать обратно что-то я развернулся через чур так ну урсуле я прямо сразу кладу полевые исследования первым действием разыграем эту карту дальше я обещал разыграть кристалл со знаком старших богов так и здесь можно запечатать либо плюс один либо знак старших богов знак успеха и у меня будет плюс один ко всем моим способностям и это прекрасно давайте я спечатаю плюс один почему именно плюс один потому что мудрые люди говорят что если вы играете в карточный ужас аркана и надеетесь выиграть в эту игру надеетесь на жетон плюс один то что-то у вас не так либо со стратегией либо с вашей колодой поэтому давайте запечатаю плюс один жалко хороший жетончик тратить но у меня плюс один ко всем моим характеристиками без того неплохим которые есть в урсу на это я действие не потратил то есть пока только два действия карточка 1 карточка 2 и третьим действием я пойду исследовать пойду в храмовый двор иду туда там у нас тоже по одной улике на сыщика пока в храмовом дворе нет улик каждый смиренный молельщик перестает быть осторожным смиренный молельщик это в карте в колоде контактов есть такой враг и он осторожен изначально ну вот храмовом дворе его сразу все начинает бесить так поскольку мы оказались там а урсула есть способность она может бесплатно совершить исследование один раз в раунд и у нас есть плюс 2 потому что мы можем задействовать наши полевые исследования будет плюс 2 к навыку и мы с удовольствием поищем улику здесь итак у меня 4 5 6 еще 7 здесь 7 против 3 0 чудесно первая улика в кармане есть но на этом действие урсула закончены давайте перейдем к марку марку нас наверное разыграет патрульного сразу первым действием разыграем патрульного мы должны заплатить за это 4 ресурса зато у нас теперь еще плюс 1 к силе без того сильный марк стал благодаря союзнику еще сильнее я стал еще два действия я наверное вторым действием разыграю неприкосновенный запас получу три ресурса и потрачу их на покупку оружия кольт 32 калибра 6 патронов все я теперь вооружен опасен с напарником готов защищать урсула помогать и в поисках необходимых нам улик три действия потрачены курсула берет карту диск и цанны и ресурс марк берет карту бронежилет и ресурс кладем первую безысходность на замысел и открываем карту контактов для курсула это нечто из саркофага который выходит в локацию с наибольшим числом улик то есть он он выходит в локацию к нашему марку как говорится добро пожаловать пока в его локации нет улик нечто из саркофага считается охотником пока нечто из саркофага не повернуто когда вы атакуете его любым образом кроме использования дальнобойного огнестрельной карты или карты заклинания она немедленно атакует вас поэтому мой кольт 32 калибра оказался у меня в руках как нельзя вовремя мы можем его спокойненько мочить и открываем карту для самого марка это песчаная буря пока вы в локации пустыни считайте что песчаный будет есть опасность но мы не в локации пустыни раскрытие пройдите проверку 3 ловкости при провале вы должны либо получить две раны либо сбросить один актив под вашим контролем я не буду ничего добавлять проверки по надеюсь на ловкость марка можно одну кстати рано добавить чтобы воспользоваться способностью вот софи которые можно дать получить одну наполненную рану у вас плюс 2 к навыку в этой проверке будет 5 против 3 принципе более менее безопасно ну либо рискнуть и получить уже две раны в худшем случае наверное я и давайте я рискну и попробую воспользоваться способностью софи да мы получаем одну направленную рану меня будет плюс 2 сейчас к проверке и плюс еще у марка есть способность после того как на карту под вашим контролем положено хотя бы одна рана я получаю карту не чаще одного раза в фазу получаю карту это еще один экземпляр храбрости ладно так давайте проверку делать итак мне 5 против 3 минус 1 чудесно проверка пройдена успешно всего теперь наступают действия наших сыщиков до плевые следы не обновляются ну чтож может быть начать с этого монстра здесь побить его уже потом идти дальше у меня 6 против его 3 до я трачу 1 1 патрон для того чтобы нанести на первую дверами надеюсь минус один хорошо есть две раны почему 2 потому что атака из кольта наносит плюс одну рану вторым действием будем стрелять снова это раз минус 3 так еще раз у меня 5 плюс 16 6 минус 3 это 3 хорошо так это уже 4 раны осталось нанести одну рану на нечто из саркофага ну и давайте третьим действием потратим 3 патрон 0 чудесно вот так легко непринужденным и справились с этим нечто отправляем его в сброс ну все три действия марка на этом закончились окей урсула ее задача искать улики что мы можем для этого сделать нее 45 против трех эти рискнул 5 против трех в принципе относительно безопасно попробуем первым действием поискать и кредит так это у меня 0 в этой проверке игнорируйте все бонусы к значению вашего навыка ну какие мне бонусы есть наверное вот это считается бонусом то есть мой навык 4 но этого достаточно 4 против 3 эта улика вторым действием я разыграю вот это сыщики совместно тратит одну улику на сыщика случайным образом выберите одного врага из лежащих под памяткой выложите его я трачу две улики и открываю вот нижнюю карту из этой стопки и это у меня доктор лейла аль масри не очень удачно потому что она выходит отсюда в лагерь экспедиции и до нее как же далековато идти мы можем в одной локации с доктором лиллы лиллой аль масри совместно бросить с руки карты на которых суммарно есть хотя бы четыре символа переговоров ой четыре символа воли вот этих в принципе может туда маркс ходить неохота на нее тратить карты я в принципе можно и силой победить если мы успешно ее победим то мы прям эту карту на победный счет и это наша цель как он помню так есть еще третье действие у урсулы я пойду на улице каира искать улику там курсула пришла сюда и у нее есть ее дополнительно вот это действие поискать улику здесь у нас есть полевые исследования а это значит что проверка сейчас будет 4 5 6 7 против 3 0 так и хорошие зетоны вынимаю мне везет в их воде сглазить все три действия урсулы закончены мы берем карту для урсулы берем для нее ресурс это храбрость берем карту для марка это мачете так ну что ж два оружия в руке это хорошо берем для него ресурс кладем вторую безысходность и открываем карту контактов для урсулы смиренный малейщик ага он как раз это тот самый смиренный малейщик про который говорил у которого в храмовом дворе там перестает быть осторожным он выходит в любую локацию каира но по возможности в ту где есть враг братства а поскольку доктор лейла аль-масри у нас здесь есть он выходит вот к ней сюда на помощь будет ее защищать потому что пока смиренный малейщик находится в одной локации с врагом братства мы не можем ему наносить раны это неприятно теперь открываем карту для марка это рой саранчи снова надо ловкость испытывать для марка если мы не проходим проверку 3 ловкости то мы теряем ресурс за каждую единицу который нам не хватило ну что ж три против трех можно конечно еще одну рану получить для марка но не хочется рано накапливать я давайте ладно не будем рисковать зря получаем еще одну рану за это мы снова получаем еще одну карту мы получили беги со всех ног ее можно разыгрывать только в том случае если у нас осталось 3 рассудка или меньше поэтому данном случае она нам не поможет с рассудком пока у марка все хорошо но зато у нас теперь проверка 5 против 3 и к сожалению это провал так нам не хватило 1 до нас будет 5 против 3 минус 3 это получается 3 против 2 нам не хватило 1 мы теряем один ресурс окей отделались легким испугом как говорится малой крови что мы будем делать дальше доктор лейла альма срии оставить ее в покое пока и заниматься другими делами наверно в этом есть что-то да потому что тратить действий но кстати я же мог я говорил о том что я неопытный игрок в две руки есть у урсулы ловкость рук она могла бы помочь марку с прохождением этой проверки но я очень часто об этом забываем принципе марк может сделать раз-два-три а ну он да раз-два и отдать отдать этой лейли две храбрости две своих храбрости и за это в принципе не тратя никаких ресурсов получить себе вот этого а потом уже спокойненько разобраться со смиренным малейщиком то что смиренный малейщик он защищает только от физического воздействия на врага а если мы с ним просто договариваемся то тут смиренный малейщик никак нам не мешает может быть мне не жадничать эти две храбрости потратить ладно посмотрим давайте начнем с урсулы пусть она начнет ходить мы наверное пойдем или попробовать эту улику сейчас поискать у нас получается 45 нет ей выгодно все таки двигаться куда-то давайте мы ее отправим в египетский музей по первым действием идет в египетский музей там тоже две улики и тут неясность от 1 мало на то есть не очень легко найти улику но если мы проверку при поиске улики не превышаем хотя бы на на 2 то мы завершаем все свои действия это рискованно кстати это рискованно но риск дело благородное и так 4567 против 1 я думаю что что может помешать это минус 2 потому что это x который равен силе бездны сила бездны равна двум все хорошо улику мы нашли причем нашли и бесплатным действием мы передвинулись и воспользовались свойством урсулы мы бесплатно совершаем этот поиск улики вторым действием я трачу снова вот эти две улики на то чтобы открыть еще одного врага из-под низа колоды подсказок и мы открываем эту карту и это у это серьезный враг это серьезный враг это нассор он гуманоид культист братства мститель который выходит на улице каира снова монстр приходит ну враг приходит к марку идет прямо в руки к нему проблема в том что когда нассор атакует либо увеличить надо увеличить силу бездны на один либо нассор наносит в этой таки плюс одну рану и ужас а если мы дело доходит до фазы врагов то плюс 2 ираны 22 ужас это было второе действие урсулы ну что наверно третьим действием есть смысл знаю фонарь разыгрывать не буду пока я наверное еще одну улику найду так это что у нас это у нас 0 ну все хорошо у меня получается 4 против 1 превысили на 2 никаких штрафов за это не получаем действие урсулы закончились давайте проверим мы перешли раз мы открыли контакт этот 2 и третьим действием нашли еще одну улику это 3 ход приходит к марку марк будет убийца с нассором нет вариантов других все так сложненько получается потому что на кольте осталось три пули что нас получается у нас получается 66 против 4 как-то не очень тратить эти все неохота давайте мы получим еще одну рану черную рану нам марка получим за эту карту мы раз в фазу можем это делать так три ресурсы еще это не нужно ладно проверку делаем первую проверку тратим один патрон у нас получается пять шесть семь восемь восемь против четырех минус один есть две раны ну что пистолет наш мощный наносит две раны так особо и добавить то нечего но вот эту можно добавить добавим эту карту к проверке мне получается пять шесть семь против четырех еще один патрон так это 0 0 это хорошо как мне 5 против 4 снова успешная проверка четыре улики к 4 раны и последний выстрел последний выстрел я не могу не хочу тратить мачете поэтому наверное я рискну и но так вот без каких-либо добавленных карт попробуем 6 против 4 фу это 2 правильно минус 2 да у меня 6 против 4 отлично есть слава богу тремя действиями разделались с насором это хорошо потому что это тот самый первый враг братства который попал нам на победный счет мы его переворачиваем и читаем свидетельство ассасина ассасин это убийца если кто-то не знает на всякий случай карта свидетельству да вот эти карты свидетельства нам и нужно добывать несмотря на смертельные раны ассасин зловеще улыбается день грядет говорит он между приступами кашля думаете моя смерть нас остановят глупцы и зверь поглотит вас всех он успехается на последнем издыхании и умолкает вы торопливо осматривать его вещи пока прохожие не заметили тело среди прочих любопытных вещей вы находите маленький блокнот в котором в кожаном переплете загадочной надписью насытиться бездны клинок нашей данью тысяча душ не вернется в сознание возвысится избранной с этой силой близится день этот неотвратимый снести силу бездны на 1 не чаще одного раза за игру на всех так превосходно мы снижаем силу бездны теперь она у нас равна одному движемся дальше три действия марк потратил мы берем карту для ушел и доктор милан кристофер добро пожаловать ресурс берем карту для марка полицейский значок берем для него ресурс кладем третью безысходность открываем карту контактов для урсулы сонливость раскрытие введите сонливость в игру в зону своей угрозы если там еще нет экземпляра этой карты когда начинается ваш ход пройдите проверку 2 воли при провале потеряете одно действие в общем если сила бездны снижена сбросьте сонливость жаль что мы снизили силу бездны сейчас раньше времени жаль это очень плохая ужасно карта сокращает количество действий для урсулы теперь открываем карту контактов для марка и это ужас под пирамидами пройдите проверку 3 воли при провале за каждую единицу который вам не хватило сбросьте сурки одну карту на свой выбор за каждую карту которую не можете сбросить получите один ужас так воли у меня три и самый худший вариант мне будет три я должен был сбросить три карты и все будет сбрасывать довольно жалко поэтому я добавлю храбрость в надежде что мне это поможет будет 5 против 3 так это 0 да да это 0 3 против 3 проверка успешно хорошо окей все теперь наши действия снова начнем наверное с урсулы может быть ей пойти в сторону пригорода каира или на каирский базар давайте отправим ее на базар отправляем урсулу на базар там у нас тоже есть две улики базар место хорошая здесь написано что пока вы на каирском базаре снести на 1 цену каждого актива вещи которые вы играете и повысить на один цену каждого прочего актива которые вы играете ну что ж у нас есть бесплатные действия мы можем эту улику найти мы сюда вошли нам помогает полевый а я же забыл соцарливость проверить ай-яй-яй давайте проверим добавляем храбрость к проверке у меня получается три четыре пять шесть против двух может не приберечь храбрость а у меня будет 45 против двух да давайте плюс один шикарно так значит три действия мне осталось сонливость у меня сохранилась но я вот взбодрилась и пошла пошла на базар у меня бесплатные действия ищу улику у меня четыре пять шесть семь против двух я подумал может быть я не буду пока полевые исследования тут использовать на пять против двух наверно вполне безопасно да давайте минус два да отлично улику нашли это было одно действие вторым действием мы снова тратим две улики на то чтобы открыть следующего нашего вот этого врага открываем и кто это у нас это у нас доктор уэнтворд мур он выходит в египетский музей вот сюда выходит он не один доктор уэнтворд муру нельзя нанести раны пока в его локации есть не повернутый враг монстр обязательно после того как доктор уэнтворд мур вошел в игру найдите в колоде и сбросе контактов врага монстра и выложите его в ту же локацию страшного ничего страшного давайте поищем монстра в колоде контактов нечто из саркофага вот еще одна есть пока в локации нет улик нечто из саркофага считается охотником то есть в фазу врагов нечто из саркофага передвинется ближайшую локацию нанесет раны потому что улик здесь нет а у сула осталось только одно действие в принципе что она может сделать она может убежать в храмовый двор стоит ли убегать вот в чем вопрос принципе мы сами вольны решать куда будет двигаться этот охотник если нам нужно чтобы он двигался в сторону марка значит он будет двигаться в сторону марка давайте я пока я нахожусь на базаре воспользуюсь свойством этой локации разыграю кунти вещь себе полезную вот например клык и если можно тогда я не смогу играть кристалл мне придется его заменить нет клыкает след падает жалко так союзник актив другого актива да доктор милан кристофер стоит 5 на базаре не нужно диск и цамны тоже занимает слот как неудачно фонарь что ли разыграть да он не особо не нужен ладно наверное поищу эту улику почему бы нет 0 и улика в кармане есть так ну что ж теперь дело за марком я пойду сюда это раз я разыграю полицейский значок за два ресурса или я наверно сыграем мачете вот мне пригодится еще одно оружие потому что патрон то один остался да мне кажется самое время давайте вот оружие так положу сыграем мачете эта вещь она стоит на одну единицу меньше на базаре так это два действия меня еще одно действие осталось теоретически могу и бронежилет разыграть почему бы нет давайте бронежилет тоже разыграем тоже он стоит одну единицу меньше единичка все неплохо так мы на базарщик прогулялись но наступает фаза врагов в которую нечто и саркофага приходит и она приходит и сражается давайте с урсулой вот она ей нанесет хотя у меня же бронежилет есть да и давайте с урсулой вот он будет сражаться одну рану и один ужас на урсулу мы кладем а мы к берем карту для урсулы проницательность берем ресурс раз два три 4 5 6 7 берем карту для марка взять инициативу неплохо берем ресурс кладем безысходность четвертое уже и открываем карту контактов для урсула рой саранчи пройдите проверку три ловкости при провале потерять один ресурс за каждую ниц которым не хватило так нет есть ловкость рук у меня получается 4 5 6 7 против 3 так неприятный жетон вытяните еще один жетон при провале если сила бездны равна 3 или меньше увеличить силу бездны на 1 это 0 0 это хорошо 0 это хорошо у меня 4 против 3 проверка прошла успешно так где работа на проверка прошла успешно и благодаря ловкости рук я получаю карту а это коллектор мафии теперь два монстра в одной локации но я могу потратить четыре ресурса на него чтобы от него избавиться карта контактов для марка песчаная буря снова ловкость надо проверять снова не могу вот эту карту использовать зато могу взять инициативу добавьте только в проверку который проходите сами считайте что взять инициативу на один символ меньше за каждое действие совершенно любым сыщиками в этой фазе я не знаю вот это наверное действие не считается за действие правильно поэтому просто три символа у меня получается ловкость 3 плюс 36 против 3 если ничего не путаю то это так так если мы провалим но мы получаем две раны нет нет раны не нужны взять инициативу я добавляю 6 против 3 минус 2 хорошо песчаные бури пережили теперь нужно как-то пережить всех этих монстров я думаю вот о чем я наверное ген тех жалко 4 ресурса тратить на этого а ну мне сначала надо пройти проверку на эту сонливость проклятую может мне может мне с марка начать он может сделать он может победить нечто из саркофага в эти начну с все-таки наверное с урсу урсу надо пройти проверку на сонливость мы добавляем храбрость к проверке и у меня получается три четыре пять шесть против двух не давайте я не буду тратить это я добавлю диск и цамны проверки и у меня получается 4 5 6 против 2 ух ты минус 4 это успешно значит три действия у меня есть три действия себе оставил первым действием я попытаюсь уйти от нечто из саркофага у меня для этого 4 5 против 2 ух ух ты это минус 6 уйти не удалось уйти не удалось это было первое действие вторым действием буду делать то же самое плюс один на этот раз хорошо значит от нечто из саркофага усула ушла теперь остался коллектор мафии можно откупиться от него можно тоже уйти ладно чуть копить давайте 4 заплатим этому коллектору деньги 8 отвалит все коллектор ушел действия закончены теперь ходит марк марку надо разбираться с этим монстром жалко что трачу на них столько действий жалко жалко ну ладно мы используем мачете потому что на нечто из саркофага у нас задействовано мы не можем пользоваться оружием не огнестрельным в этом случае матч это дает нам плюс один и если это единственный в раз который мы сражаемся это на атака наносит плюс одну рану то есть у меня получается 567 против 3 7 против 3 это минус 1 2 раны нанесли это первое действие вторым действием делаем то же самое то же самое жетон еще две раны осталось нанести одну рану это будет третье действие это провал это провал к сожалению ну и все на этом действие закончены к сожалению действие закончены у нас обновляется враг не атакует слава богу у нас карту берет урсула и ресурс так это обостренное внимание неплохо карту берет марк мощный удар жалко что он сейчас вылезла к нам раньше пригодилась лучше еще один ресурс кладем безысходность томчимся на месте 5 безысходность открываем карту контактов для урсула затмения пока вы в локации на мире но мы это вам не интересно пройдите проверку три воли при провале вы должны либо получить два ужаса либо выбрать свои локации один актив союзника который становится побежден бездны так ну что ж три воли надо пройти у меня 34 добавим еще храбрость 6 против 3 это минус 2 хорошо проверка пройдена храбрость дает нам карту и это проницательность и мы открываем карту контактов для марка еще один рой саранчи мы чем достается сплошная ловкость так поскольку мы в одной локации мы можем добавить карту отсюда но тут ничего подходящего нет так при провале мы теряем ресурсы либо получаем раны ну ладно давайте рискнем 3 против 3 что ж такое не везет так значит это 0 это 0 значит мы должны потратить два ресурса вот так еще получить одну рану за каждую которая нам не хватило у нас есть тут и патрульный в общем-то и бронежилет давайте на бронежилет после того как на карту под вашим контролем положено хотя бы одна рана возьмите карту не чаще одного раза в фазу берем так снова инициатива у нас в руках так саранча нас тут покусала ничего страшного движемся дальше так нечто из саркофага нужно добить сейчас мы его добьем первым действием инициативу я приберегу наверное как-нибудь на потом да давайте просто его мачете режем первым действием это минус 1 есть добили нечто из саркофага а он же не задействовал он не задействовал я не имел права его бить мачете потому и поэтому и мне придется тратить патрон но я его добил в любом случае добил так нечто из саркофага ушло было первое действие все пули на него истратил а кстати я же могу сейчас пойти сюда и разобраться с доктором на славу на носа монстров пришли вторым действием сюда у него здоровье не богатая да и сила всего 3 поэтому мы сейчас не легко разберемся я надеюсь третьим действием будем бить будем бить его мачете это будет больно но наверно заслужил 567 против 3 это минус 1 превосходно победили доктора у энтворта мура переворачиваем и читаем что он нам рассказывает свидетельство несмотря на ваши усилия доктор мур ускользает пока вы заняты его телохранителем теперь когда тварь убита а вы наступаете доктору на пятки он наверняка попытается при первой возможности сбежать из города и дальше у нас идет следующий текст после того как сыщик вывел поезд из строя прочтите следующее если это уже выполнено простите немедленно поэтому мы пока не читаем то что дальше а вывести поезд из строя мы вроде как бы не знаем но поскольку я уже несколько раз играл это у нас вот здесь вот поезд который надо вывести из строя ну в любом случае эту карту мы на победный счет отправили это уже хорошо я ее пока не переворачиваю чтобы себе обозначить что я его условия не выполнил ходит урсула урсула ей надо конечно проверить ее сонливость насколько она бодра и весела сколько у нее есть действий добавляйте ничего не буду у меня получается у меня получается 4 против 2 минус 4 поэтому всего два действия осталось ну и наверное первым действием я пойду сюда и воспользуюсь своим свойством и свойством полевых исследований чтобы поискать здесь улику и у меня будет 4567 против 3 могу еще проницательность добавить у 7 против 3 я думаю давайте одну добавим на 9 против плюс 3 плюс 1 так за проницательность получаем карту хтонический монолит получаем улику так и второе действие тратим на то чтобы выложить еще одного врага вот отсюда вдруг успеем до лейлы этой альма сри дойдем мы или нет еще не факт давайте посмотрим может кто нам поближе попадется и нам попался попалась надея нимр жрица зверя выходит на храмовый двор мы можем совершить не переговоры пройти проверку 7 воли ну и при удачных обстоятельствах мы все это пройдем символен каш чересчур много но у нас стоит у марка много хороших карт может быть и нет тут можно получить до трех ужасов и за каждый этот ужас мы снижаем проверку на 2 то есть если мы получаем два ужаса то у нас уже надо будет проверить не 7 а всего три воли на любом случае она выходит сюда выходит она сюда ну вот сюда в храмовый двор на этом действия курсу вы закончились мы берем для нее мы добавляем все карты берем для нее карту это еще один фонарь берем ресурс берем карту для марка какая красота вот теперь только выбор мне будет проще кстати с доктором лейлой аль масли договориться чем с этой надеи так любом случае мы берем для него ресурс так молитвы почитаем молитвы конечно в храме надо читать но но мы знаем куда пустить эту карту лучше посмотрим сейчас еще как нам распорядиться здесь карты контактов которые мы открываем для урсулы пока неплохо это хватка бездны пройдите проверку x воли где x равен силе бездны силы бездны всего один при провале если вам не хватило ну и так далее тут есть опции я думаю что здесь все неплохо у нас 34 против одного можно даже что-нибудь добавить проверки кстати нечего добавить проверки поэтому время придется полагаться просто на хороший жетон и так у меня получается 4 против одного это минус 1 хорошо так прекрасно вверх прошли теперь открываем карту контактов для марка у это неприятная неприятная карта мы можем увеличить силу бездны на 1 и положить черный ветер на победный счет либо сбросить черный ветер и взять вместо него верхнюю карту карлоды контактов и до конца этого раунда марка будет минус 1 к навыку увеличить силу бездны на 1 это в принципе в данной ситуации не такая уж большая трагедия всего лишь будет 2 2 это немного мало того мы от этой карты избавимся берем ее из колонны у меня есть надежда что мы сейчас силу бездны сможем снизить ну по крайней мере в ближайшее время поэтому я рискну я увеличиваю силу бездны на 1 отправляя черный ветер на победный счет все нас ходят наши сыщики на подумать что мы можем сделать в принципе мы можем и с надеи разобраться и с доктором лейлой аль-масри за вот этот вот последний раунд который остался нам перед продвижением замысла доктора лейла ей нужно пройти переговоры сбросить 4 символа а здесь пройти проверку с ноги можно сходить сюда и вывести поезд из строя тоже вариант да это мы успеем всегда так ну во первых надо пройти проверку на сонливость для урсула я получается 4 против 2 минус 1 хорошо 3 действия есть уже хорошо так ладно пойдемте фрамовый двор это раз теперь мне нужно пройти проверку 7 воли это слишком много поэтому я получил два ужаса да я будет теперь 3 на урсуле теперь моя проверка будет мне нужно уже будет не 7 проверять а 3 а воля у нас три четыре всего лишь 4 против 3 откликается ли еще можно добавить будет 5 против 3 ну как-то мало совсем 5 против 3 давайте еще один урсу исковано исковано 5 против 3 теперь 5 против 1 это минус 2 есть надея попадают нам в ручки и вот какие свидетельства жрицы она нам дает вера надеи пошатнулась женщина напугана и растерянная наконец сдается в каире есть один дом который нам велели не трогать рассказывает она никто из нас не знает почему и как его жители связаны с братством нам известно только что их беспокоить нельзя она нерешительно протягивает вам маленький бронзовый ключ пожалуй настало время нарушить их покой нужно будет дверь отмеченная кровью агнется и дальше текст такой после того как сыщик нашел дверь с кровавой меткой прочтите следующее читать не будем а кровавая метка нас здесь вот здесь если у нас нет улик мы можем пройти проверку 4 в ловкости и при успехе запомнить что мы нашли дверь с кровавой меткой и так нам нужно вывести поезд из строя и найти дверь с кровавой меткой зачем это нужно я пока не буду говорить но там все понятно но снижает силу беды так первым действием я пошел вторым действием я поговорил с надей за эту кучу ужаса получил мне еще одно действие могу пойти сюда и найти эту улику улика в общем-то особо не нужно она сейчас совершенно не нужно потому что времени ни на что не осталось можно потратить третье действие на то чтобы разыграть например обостренное внимание штука полезная доктор милан кристофер тоже вот хорош может быть есть смысл сейчас ресурс взять 3 а можно пойти в сторону там пригорода потому что нам все равно надо будет идти на запад да давайте я пойду в пригород каира я иду в пригород каира здесь есть улика она мне не нужна но поскольку у урсула есть такая способность почему бы ее не найти кстати вот мне проницательность можно ее мне не буду тратить так это 0 тут 4 у меня 4 все хорошо улика в руках но как я уже сказал особо она не нужно марк марку нужно дойти до лагеря экспедиции и поговорить с доктором лейлой аль масри что мы и сделаем мы идем раз-два лагеря экспедиции здесь можно пройти переговоры и но это уже будет нужно для следующего этапа игры можем поговорить с учеными при успехе посмотреть x верхних карт либо колоды разведки либо колоды контактов где x равен числу единицы на который вы превысили сложность сложно здесь 2 так но у меня осталось третье действие и я могу сыщики в одной локации с доктором лейлой совместно сбрасывают с рук карты на которых суммарно есть хотя бы четыре символа воли и у меня есть такая карта она называется читаем молитвой я эту карту сбрасываю и успешно прохожу переговоры так смиренный малейчик тут у нас остается прих прохожу переговоры с этим доктором вот что она нам говорит свидетельство переводчицы у меня не было выбора вас лицает лейла все что я читала все что я переводила все сулит только одно говорит она разрушение крах нам не остановить это мы можем лишь найти для своих близких места среди руин вы уверяете ее что сделаете все возможное чтобы предотвратить беду но она печально качать головой гиблое дело хотя она задумчиво вздыхают обещайте что бережете моих сына и дочь я помогу чем смогу дальше написано после того как сыщик нашел древнюю скрижань прочтите следующее встречали вас здесь при необходимости можем отправиться туда так все на этом действие наших сыщиков закончены мы берем как чё это зачем я сюда позже тонический монолит я забыл что тут делает наверное он просто был плохо перемешан да я ее беру и получаю себе его в руку раз два три 4 5 6 7 так ресурс карту для марка так это контузия который преследует марка мы получаем один ужас за каждые две раны раны у марка 3 по-моему это не считается на бронежилете поэтому один ужас мы получаем ну ладно не так страшно даже даже если два ужаса было бы не так страшно мне кажется все таки один ресурс ресурс я пол не получил получаю все 7 безысходность на замысле которая этот замысел продвигает продвигается замысел и мы читаем они следят за вами собранные вами улики доказывают что в каире действует тайная организация которая возможно и является источником охватившего город проклятия однако несмотря на все ваши усилия загадочные заговорщики бесследно исчезли из города чтобы исцелить недуг вам нужно получить гораздо больше информации найдите всех врагов братства в игре в локациях и в зонах угрозы сыщиков положите каждого такого врага под памятку сценария вне игры мы со всеми справились вот их сколько четыре штуки мы всех отправили на победный счет поэтому ничего никуда не сбрасывается все что осталось здесь останется здесь два две вот эти карты замешайте в колоду контактов сброс контактов и все отложенные экземпляры пришедшего из бездны мы берем сброс контактов две карты пришедшие из бездны и все это вместе перемешиваю я не буду сейчас шибко сильно это все перемешивать поймете почему увеличьте силу бездны на 1 это плохо теперь она равна трем если сейчас сцена 1 а у нас сцена 1 продвиньте сцену продвигаем сцену что писать продвинутая сцена называется в пустыню в темном переулке вы загоняете в угол одного из заговорщиков который пытался сбежать из города исполнение пророчества уже не остановить говорит он с испуганным видом прошу отпустите меня почувствую слабину вы предлагаете ему рассказать вам все что он знает это поможет вам сорвать замыслы тайной организации в братстве зверя считают что нашли нужное вместилище запинаясь объясняет он сейчас они наделяют своего избранного невообразимой мощью вы не в силах им помешать мужчина вырывается и убегает на главную улицу возможно он приведет вас к логову братства дальше нам даются следующие указания соберите в колоду разведки все отложенные локации экспедиции вот у нас есть локации это все локации экспедиции мы все берем найдите в колоде и сбросе контактов по одному экземпляру напасти ужас под пирамидами затмение рой саранчи и хватка бездны и песчаная буря и замешайте их в колоду разведки ищем так ужас под пирамидами песчаная буря затмение затмение есть есть хватка бездны и чего еще не хватает рой саранчи до 1 2 3 4 5 да вот и теперь карт мы замешиваем в колоду разведки вот почему я не перемешивал сильно нашу колоду контактов потому что я все равно надо будет еще разок перемешать давайте мы ее хорошенько сейчас перемешаем она у нас сейчас конечно сильно усложнилась из-за вот этих двух монстров которые туда залезли неприятных из бездны все сформировали теперь сформируем колоду разведки все надеюсь это все хорошо перемешал вот наша колода разведки положим ее сюда каждый сыщик теряет все свои улики курсула теряет улику свою ну в общем то я об этом говорил удалите все улики с каждой локации каира удаляю все и мы продвигаемся давайте сначала почитаем что у нас пишет замысел замысел 2а проклятие бездны над каиром восходит солнце еще больше людей не проснулось этим утром мрачная мысль завладевает вашим разумом если вы уснете то можете тоже никогда не проснуться после беспокойной ночи вы отчаянно пытаетесь не свалиться с ног и продолжаете расследование обязательно если сила бездны равна 0 сделать и силу бездны равной 1 и каждый сыщик берет одну карту и вылечивает один ужас нам до этого далеко сколько я не играл ни разу меня не было море до тайны в песках это сцена 2 следы агента братства уводят вас на запад от города нужно вот сюда в нужном месте более-менее находимся вам будет проще продолжать погоня в пустыне если вы присоединитесь к текущей археологической экспедиции на локации каира нельзя класть улики если вы в локации экспедиции мы можем провести разведку то есть потратить одно действие ну и дальше по обычному действию разведки мы берем верхнюю карту из колоды ну и дальше если это связанные локации мы туда перемещаются вот так и причем мы должны потратить шесть улик по три улики на каждого сыщика для того чтобы продвинуть сцену а здесь всего шесть безысходности ну что ж мы еще не сделали вот что мы еще не открыли карту контактов для урсулы мы посмотрим что и досталось ей досталось ужас под пирамидами пройти проверку 3 воли а у нас воли всего 4 если нам не повезет то мы сбросим одну карту за каждую что нам не хватило но это не так страшно давайте попробуем минус 2 и нам не хватило одной карты мы хтонический монолит сбрасывал так мог кстати фонарь сбросить это не так важно так и теперь одну карту контактов открываем для марка ему попадается смиренный молельщик который выходит в любую локацию каира по возможности так вот здесь враг братства но их нет нигде поэтому я с удовольствием оставили его прямо тут в лагере экспедиции вот их тут накопилась парочка они осторожны они не атакуют просто так их еще нужно как-то взбудоражить чтобы победить но я не буду экономить действие их от них нужно избавляться они будут потом мешать наверно все уважаемые дамы и господа на сегодня я наверно видео остановлю и уже продолжу следующий раз у нас вот начинается замысел номер два сцена номер два и будем продолжать уже со следующего видео большое вам всем спасибо за внимание жду вас всех на следующем видео продолжение этого сценария до новых встреч Продолжение следует...